Каждый четвертый подросток нынешним летом работал в Верхневолжье на каникулах и в свободное от учебы время. Итоги организации трудовой занятости подростков в летний период рассмотрели на заседании правительства Тверской области накануне. В 2023 году трудовой опыт получили 12 798 ребят. Это более 25% от общего числа подростков в регионе. По данному показателю Тверская область заняла второе место в Центральном федеральном округе. По итогам проведения летней трудовой занятости был проведен опрос подростков. Из них 90% отметили, что планируют работать следующим летом. Очень хороший проект и считаю, что он даст нам возможность сформировать дополнительные трудовые ресурсы, дополнительный трудовой потенциал нашей Тверской области. Теперь дело, конечно, за нами, за работодателями, чтобы замотивировать детей уже более точно определиться, кем они хотели бы стать, чтобы дальше они получили соответствующее профессиональное образование и уже продолжили свою работу в качестве профессионалов, в качестве специалистов на предприятиях Тверского региона. Губернатор подчеркнул, благодаря действующему комплексу мер по поддержке предприятий, которые предоставляют рабочие места для молодежи, количество школьников, поработавших на каникулах и в свободное от учебы время в этом году, увеличилось по сравнению с прошлым годом на 70%. Первый трудовой опыт получил каждый четвертый подросток в Тверской области. Глава региона поставил задачу, к 2025 году необходимо обеспечить трудоустройство в свободное от учебы время не менее половины подростков в возрасте от 14 до 18 лет. При этом, по словам Игоря Руде, неважно учитывать первую специальность, которую получают старшеклассники в рамках профессионального обучения в школах. Хотим рассмотреть предложение о дополнительных выплатах детям на заработанный рубль. То есть уже от государства это будет как дополнительная поддержка, бонус. Если, например, ребенок заработал 10 тысяч, то государство тысячу плюсом доплатит на эти заработанные деньги тоже ребенку, для того, чтобы его простимулировать к средствам, к зарабатываемым ресурсам. Во внебюджетной сфере в этом году трудились 4813 подростков. В прошлом – 3091. Большинство были трудоустроены в организациях сферы энергетики, ЖКХ, торговли и общественного питания на обрабатывающих производствах в сельском хозяйстве. Кроме того, организована трудовая занятость подростков в сфере транспорта, строительства, лесного хозяйства, туризма, информации и связи. Среди ключевых задач на 2024 год – также своевременное формирование банковакансий для подростков во всех муниципальных образованиях, привлечение новых работодателей, популяризация профессий, востребованных на рынке труда. В текущем году в треустройстве подростков было задействовано больше тысячи предприятий организации региона. В прошлом году их было порядка 700. А начиная с 2016-го этот показатель вырос более чем в три раза.